здрасте здрасте это доктор анатоль еще не совсем проснувшийся но сегодня за день до нового года я хочу вас еще раз поздравить с новым годом и хочу вам рассказать несколько сплетневых сплетень сплетень не спрашивайте что я делаю сейчас в 7 утра записываю это видео но вот мне захотелось постричь свою бороду и голову вымыть и вообще похорошеть вот значит несколько вещей не будет длинное видео ночь номер один я очень рад вас еще раз поздравить с новым годом это чудесный праздник в том смысле что начинается хотя и условно начинается новое время с точки зрения астрологии и лунной науки китайский новый год это куда более приемлемая цифра приемлемое время по-моему китайский новый год дракона начинается 10 февраля я сейчас точно не помню но я почти уверен что я обычно такие вещи держу в голове значит говоря насчет китайцев у меня был интересный случай ясно начну с конца значит ну я как обычный человек иногда хожу к зубным врачам для того чтобы они мне выдирали зубы вставляли новые дергли за хвост через рот и все такое получая колоссальное удовольствие особенно в советское время это было вообще чудесно без анестезии все эти вещи делали значит у меня очень хороший так сказать как это называется карма с зуба зубодерами насчет один зубодер где я раньше жил там окончил очень плохо у него возникло какое-то страшное заболевание потом здесь в нашем маленьком городке у меня был довольно хороший зубной врач который вдруг заболел вышел на пенсию и исчез а вот насчет зубодера который у меня сейчас я вам сейчас расскажу и расскажу издалека значит я живу на квартире я как раз снимаю оттуда вот это вся эта фигня которая на стене это не мое это придумали предыдущие владельцы мне было лень снимать все со стены чем интересна эта квартира тем то что она очень уютно она большая она трехкомнатная на самом деле четырехкомнат и пятикомнат и потому что кухня из большая как-нибудь когда я здесь приберусь я вам покажу скорее всего никогда потому что мне лень прибираться такой насчет я дружу с владельцем у нас много общего много мы симпатизируем друг другом значит вот и и в этот раз так и в прошлом году мы решили праздновать рождество но которое двадцать пятого числа по новому правильным календариум а не устаревшему и я не знаю почему человека которого там куча детей у него шесть детей и куча знакомых почему он хочет праздновать рождество со мной прошлый раз это вообще было смешно потому что мы решили пойти в ресторан чтобы не заморачиваться мы там поездили по по всем ресторанам все было закрыто как принципе следовало ожидать все раз в рождество здесь в америке практически все закрыто в конце концов пошли по и поехали валмарт купили там три пиццы две органика одна которая без глютена страшная гадость не гадость но скажем что это было странный опыт вот и мы здесь их сготовили у меня это самое и это как и называется и и их сожрали вот и значит в этом году та же самая история чтобы вы знали я меняю руки потому что я как кстати идиот я могу пойти в машину и взять мой штатив неважно разберемся значит в этот раз та же самая история мы значит решили что то сказать мы тоже будем вместе праздновать кстати в прошлый раз было чудесно хотя спонтанно дело было не в пиццах в том как мы чудесно провели свое время в этот раз то же самое а теперь начинается рассказ то что о чем я почему я просто не мог вам не рассказать это значит договорились в этот раз я вам скажу слушай дорогой мой так сказать тебе нужно жрать капусту я сделаю капусту куплю пиццы что я и сделал я купил кучу пицц шесть штук ну мы не собирались все шестра выбрать но чтобы был выбор значит и купил кучу вот эти капусты уже порезаны потому что я ленивый чел не хочу резать и вот хочу и пожарить чтобы вкусно и воняло вкусно в квартире за пару дней он мне звонит вот ты знаешь я от своей дочки средние подхватил какую-то заразу у меня шмургал нос сейчас мне стало лучше я боюсь что я тебе заражу какой-то страшной гадостью но я ему говорю что а когда у тебя симптомы окончились он пусть но у меня уже почти их нет я ему говорю слушай перестань мне морочить голову приходи сюда если ты меня заразишь я тебя буду больно долго и очень усердно убивать а если не заразить что мы просто об этом забудем никакой проблемы не будет насколько хорошо я приду в маске что он пришел в маске что он сюда принял какой-то гадость сюда принес него ничего не пресс это было все все мое то есть он пришел пришел сюда без подарка все есть готовы по-американски но я ему там дал подарки которые ну которые кстати хорошие вот носу тоже спонтанно то есть я не готовился к этому я не ходил по магазинам искал ему там какой-то подарок у меня были новые на носки у меня были 2 чудесные деревянные ложки еще там пара чего я уже забыл а были конфеты которые я не буду рассказывать кто-то мне подарил я ему передали нехороший человек ужасно такой слушать и дальше значит ну он посидел то в маске потом маску снял мы сидели друг на перед другом скажи ну как вот я сейчас с камерой то есть они не знаю там 50 70 сантиметров от рожи дороже значит ну сегодня значит суббота я с ним встречался в понедельник я еще не в одном глазу вот но вчера у меня выпала здесь пломба и я уже давно так сказать назначил почему я вам все это рассказываю назначил на эту самую встречу чудесную встречу с местным зубным товарищем это кстати пломба которая у меня выскочила она по-моему уже второй или третий раз выскакивает то есть этот зубной врач его нужно срочно менять но я его уже так сказать 10 лет я с ним торчу и не поменял звонит ко мне мой домовладелец и говорит ты знаешь я проверился и у меня к вид вот ну я говорю ну и когда у тебя кончились симптомы он говорит но у меня симптома больше уже нет вот я тогда насчет у меня поднялся левый глаз вот так это самое и я начал думать что я буду сейчас делать но я у меня здесь куча тестов есть на этот к виду я проверился у меня никакого к вида нет у меня никаких симптомов нет но здесь естественно у нас зима воздух у нас этот самый не как-то будет называть не черствый в нем влаги достаточно он сухой сухой у нас воздух dry по-английски это самое и поэтому меня иногда может быть там чуть-чуть першит в горле особенно если я на нанос на ночной жру с какой-то вкусной но ненужной фигне но я это очень редко делаю но я доел миндаль в шоколаде который мне этот самый который не доел мой домовладелец ну я позвонил к зому врачу почему я там все это рассказываю я говорю что знаете я в принципе не хочу нарушать наши договоренности приду я к вам но просто знайте заранее что наверное лучше мне не приходить потому что хотя у меня симптомов нет хотя у меня это самое тест отрицательные давайте не будем играть в это вот его секретарщик вот знаешь какое счастье что к нам позвонил лучше что чтобы не приходил потому что у него подумать я сейчас скажу ему сделали трансплант печени я очень удивился моему зубодеру сделали трансплант печени он явился на работу то есть он там три месяца он там болтался по госпиталям и потом после всего этого он решил вернуться на работу я его в прошлую пятницу то есть восемьдесят восемь несколько дней назад я и увидел он там еле-еле ходил сказать он там качался в своем офисе вот можете представить это америка этот человек он не знает как остановиться он должен работать 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 дальше значит ну я конечно ему сделала колоссальная вздрючку когда я буду его увижу через дней 10 они мне говорили что-то у тебя там зуб не болит из то что тем пломба нет я говорю боже мой так сказать кого это волнует во первых он не болит и зуб но кого это волнует это самое лучше чтобы я не пришли не приходил ко мне и вас там не заражал вот ну вы меня извините за все эти все эти эмоции но где вообще таких людей находят который искать получать такие страшные диагнозы то есть оказалось но мне ничего не секретарь что все это не рассказала нам там какое-то страшное лекарство принимал от которого у него видим даскать печень взяла и сказала до свидания я ваша тетя вот но все равно это очень странно так насчет я вам рассказал мой последний это сказать новости сплетню я не люблю сплетничать это неправда я обожаю сплетничать и под напоследок я вам хочу сказать что появилось несколько комментариев которые я сразу стер людей которые не понимают перспектива с которой я говорю я человек который имею научную степень я не верю в чушь и я имеют по крайней мере поверхностное ознакомление о том что настоящие ученые думают о разных писаниях я об этом не говорю потому что это не моя цель обсуждать с людьми то что я думаю о их верованиях и так далее я толкаю свое понимание мое понимание оно сходно с буддизмом а а конкретно вот что что все взгляды на мир или как говорят на хорватском языке погляд и то есть все философии все таскать способы как говорить думать о действительности они все по своей природе философии фальшивы в том числе то что я сейчас сказал то есть даже идея о том что все философии фальшивы является тоже фальшивы фальшивым пониманием это мистический парадокс что все хорошо и все плохо одновременно мы все понимаем ничего не понимаю одновременно и так далее и так далее вот поэтому любая традиция которая там всякую ерунду вам говорит вот поймите что убеждение и знание это не одно и то же следующее видео которое будет по вам 3 числа это среда может быть я его сделаю 2 числа 1 3 оставлю она будет на эту тему вот если вам не нравится конкретно моя перспектива о том то что я не верю в глупые догмы даже если они очень популярны я стараюсь говорить то то что известно ученым особенно тем ученым которые сами догмы не занимаются которых очень много и тех и других вот я стараюсь всегда смотреть на все с точки зрения рациональности с точки зрения того что действительно было изучено они там кто-то кому-то кто-то зачем-то сказал и поэтому во все вот это верят вот мне всегда у меня всегда поражают какое количество бреда которые искать несут люди совершенно ненужного бреда вот я стараюсь разгрузить этот бред как можно больше в том числе бред что наша жизнь тяжелая и ужасная и что хвост не будет пушистым а будет облезлом чего я вам и желаю пушистого хвоста тут кто-то сказал что они хотят оранжевого хвоста той женщине которая хочет иметь оранжевый пушистый хвост чтобы был очень большой очень пушистый очень оранжевый хвост и вам еще раз с новым годом чтобы у вас была светлая голова чтобы вы думали красивые презитивные мысли которые в том числе основаны на фактах и на не на пурге вот это мое вам пожелание на новый год чтобы было все у вас хорошо чудесно прекрасно пушисто правдиво духовно и так далее всего вам